Сразу три возгорания у входа в братский корпус возле трапезной и на хоздворе. Вспыхнули около часа ночи во время службы на территории монастыря. Больше всего пострадали хозпостройки. Склад с дровами, будущий коровник, огонь также уничтожил две легковые и одну машину-цистерну. Предварительная сумма ущерба – 2 миллиона гривен. Пламя перекинулось на дрова, сено и краску. К моменту ликвидации пожара хватило почти 500 квадратных метров. Рятувальники локализовали пожежу о третьей часу 45 минут и ликвидировали ее о третьей часу 41 минут на площадь 480 метров квадратных. Внаследователь пожежи огнем снищено господарскую будильню, дрова, сено, лакофарбовые материалы в таре. Не обошлось без пострадавших. Архимандрит монастыря пытался помочь спасателям тушить пожар, но упал с забора. Его госпитализировали с переломом лодыжки. В Одесской епархии утверждают, что это поджог. В адрес их церквей и храмов давно поступают различные угрозы. 13.04. такая угроза поджога поступила настоятелю Свято-Иверского монастыря мужского Одесской епархии Украинской православной церкви. Сегодня произошло возгорание в мужском Свято-Успенском монастыре. Также ночью поступили угрозы в Свято-Николаевский монастырь Одесской епархии Украинской православной церкви, который находится в городе Измаил. Юрист говорит, что часто приходят провокационные сообщения с требованием открыть храмы, невзирая на действующий карантин. Епархии считают, что провокаторы разжигают межрелигиозную рознь. Вероятность поджогов подтверждают и в полиции. Сейчас это основная версия. Это был умысленный подпал. Подпал на данный час мы видим в трех местах. Это два транспортных засоба и колышний коровник, склад, где также был очаг подпала. На данный час мы работаем и сделаем все наактивное для того, чтобы разобраться в том, что стало, и притягнуть до эпидальности вынос. В составе следственной группы есть представители СБУ. Они выясняют, является ли поджог терактом. Все подробности и детали расследования, кто и как мог проникнуть на территорию монастыря и устроить поджоги, силовики обещают сообщить позже. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».